Ну и перед началом ролика реклама. У меня появилась новая группа MineAct. Здесь я продаю аккаунты по низким ценам на сервере DexLand. То есть вы можете здесь купить аккаунты дешевле чем на самом сервере. Ну то есть привилегии. Все честно и без обмана. Ссылка есть в описании. Переходите и покупайте. Ну а мы продолжаем. И всем привет друзья. С вами я Эндрю. Вы на канале СуперТенте. Сегодняшний ролик посвящен тому, то что я вам расскажу как узнать ID блока. Ну а перед началом ролика как всегда. Все ваши лучшие комментарии с хорошими отзывами, которые видите сейчас на экране. Ну а чтобы ваш комментарий попал в мой ролик, вы должны поставить лайк, подписаться на мой канал, нажать на колокольчик. Ну и конечно же написать положительный комментарий с хорошим отзывом о моем ролике. Ну а я желаю вам приятного просмотра. Ну и как вы поняли по названию ролика, сегодня я вам расскажу как узнать ID блока. Ну а мы переходим к первому способу. Ну и первый способ заключается в том, то что вы нажимаете две клавиши F3 и H. Многие знают этот способ, многие как раз таки и собрались, потому что у них не получается этот способ. Вы нажимаете две клавиши F3 и H и у вас включаются расширенные подсказки, вот которые вы можете видеть сейчас в левом нижнем углу. Что же это нам добавляет? Сейчас я объясню для тех, кто не знает что такое ID блока. Вот допустим у меня сейчас в инвентаре три блока, это DERN, у него сет 2, как вы видите, вот там циферка 2, это сет 2. У Ели 17,1 и вот у меня тоже снежное покрытие 78. И так вы можете узнать сет вообще любого блока. Как я и повторюсь, этот способ многие знают, многие о нем слышали, но как раз таки у очень большинства, я бы даже сказал, не работает этот способ. У кого как раз таки он не работает, он не работает у тех, у кого ноутбук или у компьютера какая-нибудь, не знаю, там старая клавиатура или какого-то сломанной кнопки. Но как раз таки сейчас следующие способы вам и помогут. Ну а второй способ заключается в том, то что вы нажимаете сочетание клавиш FN, F3 и H. К сожалению, я это продемонстрировать не могу, потому что на моей клавиатуре отсутствует клавиша FN. Если у вас есть клавиша FN, то вы зажимаете клавишу FN, потом F3 и только после того, как вы зажали FN и F3, вы нажимаете букву Х, английскую. И у вас появляются расширенные настройки, ну то есть вы можете видеть ID блока. Ну а третий способ заключается в том, то что вы должны закрыть Майнкрафт во вкладку и активировать экранную клавиатуру. Этот способ подойдет для тех, у кого не работает ни один из этих способов. Этот способ я гарантирую, он вам поможет на 100%. Как активировать экранную клавиатуру? Заходите в поиск и вбиваете панель управления. Так, у меня английский. Панель управления. Здесь вы заходите, оформление и персонализация. Здесь центр специальных возможностей. И у вас сейчас тут диктор, который мне сейчас это сказал. Нажимаете вкладку, включить экранную клавиатуру. И у вас включается экранная клавиатура. Что же вы дальше делаете? Вы заходите в Майнкрафт, нажимаете клавишу FN. Потом мышкой держите на клавише F3. А на клавиатуре будьте готовы нажать клавишу H. Потом вы нажимаете мышкой F3 и сразу после этого H. И у вас должно получиться типа такого. Вы зажали и все. И у вас должен активироваться ID блока. То есть вы будете видеть ID блока. Ну а перед концом ролика я хотел сделать небольшое объявление. Почему не выходили видео так часто, как я говорил. Как я это сказал, на следующий день я заболел. Болел я практически всю неделю. И сейчас я уже выздоровел и спокойно записываю ролики. Поэтому не волнуйтесь. Я сейчас жив-здоров и буду продолжать записывать ролики. Теперь я вам гарантирую ролики. Ролика по 3 будет выходить точно в неделю. А сейчас о стримах. Я как говорил, то что будут выходить стримы. Да, я это говорил, но оказывается возникли проблемы. Какие проблемы возникли? Не в том, что стрим не запускается или лагает или еще что-то в этом духе. Нет. Наоборот, даже он хорошо работает. Без лагов, без пинга, без ничего. Качество наилучшее. Full HD. Не лагает, не виснет. Все нормально. Только один минус. Превьюшка не ставится. Я не знаю, что делать. Сколько гайдов я не пересмотрел. Сколько видео я не перепробовал. Все равно ничего не получается. Сколько советов бы мне не давали, ничего не получилось. Даже я сам пытался решить эту проблему, но у меня, к сожалению, ничего не получалось. Если вы знаете, что сделать, чтобы у меня появилась превьюшка, напишите мне. Я вводил ключик регенерации стрима и у меня запускался стрим. Но в той вкладке, где я вводил ключ регенерации стрима, у меня не получалось его запустить там. То есть он там вообще не запускался. Он запускался под этим ключом, но не в этой вкладке. Я не понимал почему и до сих пор не понимаю. Кто знает ответ на этот вопрос, то есть как запустить мне стрим, пишите мне в комментариях. Кто знает, можете писать мне еще также в ВК. В ВК, если что, ссылка находится на мой ВК в описании. И группу ВК. Там вы меня найдете. Ну, а это, в принципе, все, что я хотел сказать. С вами был я, Эндрю. Вы были на канале СуперТенте. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok